Большое спасибо. Спасибо, господин председатель, за вопрос. Первый вопрос. Что касается молодых коллег. Вам нужно стремиться к совершенству. Не полагайтесь на поверхностный уровень знаний. Я вижу в ландшафте русско-российское образование, что нужно было уйти от системы бакалавра-магистра обратно к тому образованию, которое было раньше. И я сейчас использую такое слово, когда нужно отойти от системы, когда тебя с ложечки кормят знаниями. Начните работать всерьез. Научная работа означает, что вам нужно многое потреблять, понимать и воспроизводить, но и придумывать свои решения. И во многих университетах я вижу, а я уже учу во многих российских и европейских университетах, я вижу, что есть такая тенденция, когда люди ждут, что их накормят знаниями с ложечки. А люди уже не могут воспроизводить большие объемы информации в оригинальном состоянии. Здесь я говорю не о том, что нужно прочитать 10 страниц, воспроизвести их, а как воспроизвести знания, когда вы прочитали сотни страниц, разные книги, и вам нужно эти знания как-то объединить и воспроизвести. Поэтому для молодых коллег, что я могу сказать? Погружайтесь в глубину, стремитесь к совершенству и помните о том, что для того, чтобы понять тему, нужно погрузиться в нее в глубину. И как учитель, как представитель компании, я вижу, что есть представители молодого поколения, которым не хватает глубинных знаний. Знания всегда очень поверхностные. И здесь я говорю не о вас, я просто говорю в целом о наших общих знаниях. Это номер один. И номер два. Не ищите работу, не ищите карьеру, а пытайтесь найти то, что зажигает вас. У нас в немецком языке есть прекрасное слово beruf, от корня ruf, что означает внутренний зов. То есть выбирайте ту сферу, которая соответствует вашему вкусу, которая интересна. Я работала в разных сферах для того, чтобы оплатить свое обучение. Это работа. Карьера – это то, что важно. Пока вы гонитесь за карьерой, возможно, вы потеряете семью. Если вы будете фокусироваться на карьере слишком сильно, вы можете потерять и здоровье. Если вы стремитесь к профессиональной реализации, это замечательно, потому что вы можете реализовать себя. Но если это соответствует вашим чувствам, тому, что вы хотите делать в жизни, то это замечательно. Это позволит вам действительно, что называется, реализоваться. И здесь уже речь пойдет не про рост, не про карьеру, а скорее профессиональную реализацию. Это тот совет, который я всегда даю молодым коллегам. И еще одна тема. Когда мы говорим о компаниях, об управленцах компаний, об отделе найма, то здесь очень-очень важная задача для всех компаний, где бы они ни находились в мире, нанимать правильных, талантливых людей и удерживать их, то есть создавать такую рабочую среду, чтобы люди хотели оставаться в этой компании. Мы живем сейчас в другие времена, и сейчас есть молодые поколения. Поколения моих родителей жили давно. Те, кому сейчас даже 30-40, они начинали работать в одной компании и практически там всю жизнь были готовы работать в этой компании. Редко случались случаи, что люди меняли свой профессиональный путь, уходили в другую компанию. Но сейчас в мире все полностью поменялось. Просто сейчас совершенно другая ментальность. И я сама ушла с гражданской службы и не хотела становиться послом. Поэтому я ушла из этой сферы, поменяла свою профессиональную деятельность. Поэтому очень-очень важно находить и нанимать правильных, талантливых людей. Что я имею в виду? Я имею в виду, что они соответствуют вашим требованиям, которые важны для вас как работодателя, что они создают хороший рабочий климат в компании, что они вдохновляют друг друга и удерживать их. Это очень-очень сложная задача. И последнее предложение для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Мои коллеги знают меня, они знают, что у меня есть любимая фраза. Мне не нравится слово «человеческий ресурс». Я бы даже сказала, я его ненавижу. Потому что, когда это слово было создано, оно было создано во время Первой мировой войны. Когда вместо солдата говорили, что это не люди, а как бы человеческий материал, который приносили на фронт. Это не индивидуумы, а просто это те люди, которые были материалами. Вместо того, чтобы говорить «кони», они говорили «лошадиный материал». Это уже не животное, это просто материал. А здесь не люди, а это просто материал, человеческий материал и ничего больше. Это очень-очень капиталистическое слово. И неприятное. Я знаю, что раньше в Советском Союзе у вас было другое слово. Не «человеческие ресурсы», а какое-то другое слово было. Кто-то мне недавно об этом говорил, но я забыла. И вместо того, чтобы говорить о человеческих ресурсах, когда вы как бы понижаете уровень талантов в компании, лучше начать говорить о людях, о талантах, талантливых людях, о людях с навыками, компетенциями, талантами. И поэтому я бы не использовала слово «ресурсы», человеческие ресурсы, потому что оно не очень гуманистично, если честно. Это мой совет для компаний. Создавайте такие условия, хорошие условия труда, где бы вы ни работали. Это могут быть государственные органы, это может быть компания, но люди должны чувствовать, что вы часть большого процесса. Вы не просто ресурс, который можно заменить кем-то помоложе и подешевле. Спасибо большое.